НАТО разрабатывает план ответа на возможную военную агрессию России и готовится поставить перед членами Альянса новые требования по укреплению противовоздушной обороны и пополнение запасов ракет большой дальности. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на анонимный комментарий одного из европейских дипломатов. В то же время издание The Telegraph, опираясь на собственные источники, публикует новые планы Альянса в случае эскалации. Согласно существующим планам, американские войска будут высаживаться в нидерландских портах, а затем садиться на поезда, которые будут перевозить их через Германию и далее в Польшу. Однако в кулуарах ведутся переговоры о расширении маршрутов в другие порты, чтобы гарантировать, что наземная линия связи не будет прервана силами Москвы. Если натовские войска, прибывающие из Нидерландов, попадут под российские бомбардировки или порты Северной Европы будут разрушены, Альянс намерен переключить внимание на порты Италии, Греции и Турции, пишет издание The Telegraph. Аналогичные планы разработаны для транспортировки войск из турецких и греческих портов через Болгарию и Румынию, пишет The Telegraph. На обсуждении планы транспортировки войск через порты на Валканах, а также через Норвегию, Швецию и Финляндию. «Мы должны быть готовы к войне к 2029 году. Мы должны обеспечить сдерживание, чтобы предотвратить худшее. Три вопроса являются центральными – кадры, материалы и финансы. В чрезвычайной ситуации нам нужны молодые мужчины и женщины, которые смогут защитить эту страну». При этом главнокомандующий Вооружённых сил Норвегии Эрик Кристоферсон уверен, у Альянса есть меньше времени – до трёх лет, чтобы подготовиться к возможному противостоянию. О повышенной угрозе говорят и в странах Балтии, у которых есть общая граница с Россией. Там уже восстанавливают призы в армию и проводят тренировки резервистов. А немецкое издание Бильд со ссылкой на собственные источники в разведках европейских стран сообщало о том, что Россия попытается атаковать страны НАТО уже в конце 2024 года или в начале 2025. При этом в самом Альянсе подобных опасений публично пока не высказывают. «Мы не видим никакой немедленной угрозы для любого из членов НАТО. И сейчас, конечно, Россия более чем занята войной в Украине. Они перебросили немало сил с территорий, приближённых к Финляндии и североевропейским странам в Украину. НАТО – это 50% всей военной силы мира. НАТО – это самый мощный военный альянс в мире. И цель того, чтобы стоять один за всех и все за одного, наш принцип о коллективной обороне по статье 5 – это предотвращать нападение». Йенс Столтенберг во время пресс-конференции цитирует издание «Голос Америки». Пока военный истеблишмент стран Запада разрабатывает план по вероятной защите территорий членов НАТО, политики настойчиво придерживаются риторики. Помощь Украине не должна прекращаться. Однако войны между НАТО и Россией следует избегать всеми возможными способами. «Поддерживая Украину, мы должны в то же время помнить о том, как предотвратить эскалацию, которая может привести к войне между Россией и НАТО. Я обещаю, что каким бы сильным ни было давление, я всегда буду действовать осмотрительно, чтобы решить вопросы в такой опасной ситуации. Мы должны избежать большой войны, войны между Россией и НАТО. В то же время мы должны обеспечить Украине возможность защитить свой суверенитет и независимость». Частично сценарий защиты стран НАТО от нападения российских войск моделировался во время самых масштабных со времён Холодной войны учений, которые прошли в Европе. Официальные учения закончились ещё в конце мая. Однако более 100 тысяч военных по-прежнему пребывают в состоянии повышенной готовности. Лариса Петрук для телеканала Freedom.